итак мы сейчас набираем с вами идем на жигало но мы с вами пойдем мимо еще одного высокоруслого сорта название у него нет я его просто назвал сливки для теплиц мы его ну немножко опрыскаем тоже так все давайте с вами немножечко побыстрее потому что самое солнышко между облаками но она уже начинает ярко светить но так у нас вообще все отлично сегодня дождичек вы сами понимаете давно не было ну в ночь конечно здесь нам влил это самое здесь видите вода везде пойдем пойдемте смотрите какая красота он хоть и мелкоплодный понимаете ну любу глянуть у нас сын очень любит они сами помидорки они даже слаще чем желтой черешенкой но не просто ну как сказать мединые понимаете давайте мы сейчас ну и вот видите они уже переросли на самой верхней проволоку верхнюю трубу вот ну это уже наверное вышли двух с половиной метров но в теплице они там и цены плетутся они растут по углам теплицы но не по углам а под крышу и все там заполоняют переплетаются огурцами в общем там ну как сказать ну как в лесах амазонии так сейчас я еще немножко подкачаю вот а вот здесь у нас раз два три по-моему или сколь раз два три это у нас пловдевская каротина это семена из болгарии из города пловдево и селекционный центр морица по-моему если мне не изменять память вы сами знаете болгарии все приходит в упадок и вот моя знакомая прислала мне зимой 2014 года семена вот этой пловдевской каротин ну как по данным для этого сорта помидор очень-очень высокое содержание каротина вот он идет как и ну ее можно давать и детям и детское питание и взрослым и больным и выздоравливающим и после операции и в общем сорт великолепнейший сорт великолепнейший так ну что пойдемте теперь на жигала вот у нас жигала вот они у нас жигал давать сейчас мы как и в тех делянках шли мы идем сначала с одной стороны по двум грядкам и переходим потом на противоположную сторону я вот делаю вот так раз-два-три обрабатываю чтобы не запутаться и там следующий раз-два-три и теперь вот с этой у этой грядки с внутренней стороны раз-два-три идем дальше и вот так или по три или по четыре штучки ну вы сами определитесь ну со своим количеством опрыскиваемых в растении ну как вам удобно так вы и делаете раз два и последнее раз-два-три у меня здесь в каждой грядочке 12 растений мне удобно по 3 в принципе можно и по 4 так внутреннее раз-два-три и сейчас я перехожу на другую сторону оба и теперь опрыскиваю отсюда раз-два-три и перехожу сюда раз-два-три и перехожу сюда раз-два-три в общем я считать не буду вы поняли меня да или можете просто знаете как одну грядочку от начала до конца дайте с внутренней стороны и с внешней и перейти на другую сторону делянки и уже оттуда по целой грядочки и тогда вам не нужно ничего считать не будет в общем сами определить правильно вот так вот раз-два-три а он ведь те самые посылки падают в общем когда супругу подвязывала ну видно эти посылки были маленькие ну и подвязать их не было возможности а ведь и но за какое-то время там выросли помидорки на них и вон они но они не обламываются а так вот они скажем так загибается не валяется ничего страшного помидорки не болеют и даже валяться будут на соломе ну какая разница мы их соберем да и все если спелый то мы ну или покушаем или супруг закроет а если бурый то будут лежать до полного созревания в общем все никаких проблем опа а вот это мы давайте с вами вот еще это прививочки на это я в прошлом году в августе сделал летнюю окулировку в этом году я тоже вот делал и очень вам рекомендую вот этот вид и способ прививки но он выгодный понимаете это мы прививается голоском стебель или ствол но без пробуждения глазка то есть в этом году он должен только прижиться а распускаться будет на следующий год ну и вот ну и вот а это вот эта самая молодая яблоньки день в этом году наверно третий год это кстати тоже прививка но я уже не помню не летнюю окулировку это по-моему поэтому весенние была прививка в расщеп так сейчас я отсюда вот так вот перейду а вот сейчас можно картошку еще сзади меня вот там ну и все наверно то сейчас это самое солнышко зайдет ну короче не будем создавать проблем растению давайте сейчас мы эту картошку в общем если после обеда и вечером не будет сильного дождя значит я пройду наверное яблоньки опрыскаю еще чё смородину крыжовник жимолость еще чё ну и все а ну и морковку можно ну а так вот видите самое главное мы с вами успели опрыскать помидоры вот будет дождь или нет не важно вот сейчас жидкость настоя легла на листья что растению нужно оно через листья впитает не важно даже сейчас вот дождик падет ливень И как будто смоет Все что нужно растению Оно уже взяло Ну считайте уже взяло Если дождя не будет Это хорошо А будет, ну ничего страшного В общем Если Вечером дождя Не будет То я наверное Ну уже видео не буду снимать Это самое так Снимем фоточки Какие растения я буду опрыскивать Ну что Договорились Ну все Пока пока